Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. 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 Ну вот, был у нас только что сюжет в эфире, да, о том, как зэд-патриоты призывают сейчас Путина срочно уйти в отставку, называют его уже и трусом, и бездарью. Как вы полагаете, вот они действительно уже стали угрозой для российского диктатора? Я думаю, что смотря кто. Дело в том, что пока нет, пока, ну, все эти зэд-патриоты, они находятся, что называется, на разных клеточках этой шахматной доски. Кто-то из них имеет отношение, ну, вот, скажем, такие люди, как Пригожин, они действительно обладают каким-то ресурсом. Значит, и дальше идем по понижению. Вот, клуб рассерженных патриотов, это имеется в виду преступник Гиркин, который осужден на пожизненное за уничтожение малайзийского Боинга и другие преступления в Украине, ну, непосредственно военным ресурсом он не обладает, но, тем не менее, какими-то связями и даже какой-то крышей ФСБ, очевидно, обладает. То есть, это вот понижение, это следующий уровень, он непосредственно угрозы не представляет. Есть какое-то количество оппонентов Путина в вооруженных силах, которые открыто выступают против него там со всякими заявлениями. И сейчас вот Путин занимается чисткой вооруженных сил, и здесь уже угроза посерьезнее. Ну, и, наконец, есть совершенно бессильная публика типа Квачкова, против которого сейчас вроде как возбуждено уголовное дело. Ну, это люди, которые не обладают никакими ресурсами, ну, и просто по определению, так сказать, ну, они могут, конечно, что-то кричать, но в данный момент они никакой опасности не представляют. Поэтому ситуация такая, если вот эти все совокупные силы, которые так или иначе сейчас критикуют Путина, к ним могут примкнуть там и военкоры, которые тоже, они просто близки, что называется, к войскам, понимают, что на самом деле Путин ведет страну даже в военном отношении в тупик. И, так сказать, вот эти вот так называемые окопные генералы, которые пользуются поддержкой солдата и которые сейчас в настоящий момент находятся в конфронтации с паркетными генералами, составленниками Путина и с возглавляющим этих паркетных генералов фанерным маршалом, как его назвал Пригожин, имеется в виду Шойгу, министр обороны. Вот этот конфликт, безусловно, может начать представлять какую-то угрозу для Путина, но в том случае, если вот в какой-то обозримый период выраженные силы Украины нанесут Путину какое-то серьезное поражение. Вот тогда это все может начать выплескиваться. Пока это трещины, пока это трещины, но не хватает какого-то очень сильного толчка для того, чтобы вся эта махина разрушилась. Путин, в общем, наверное, как-то чувствует эту угрозу, понимает ее, поэтому он сейчас предпринимает определенные меры. Это меры, связанные с созданием, укреплением и гигантским разрастанием, повышением мощи внутренней армии. То есть, вот последние события, это закон, который сейчас был принят вчера буквально сразу в трех чтениях. Это закон о изменении статуса Росгвардии, а именно о том, что Росгвардии будет передаваться тяжелая бронетехника и танки в конечном итоге. То есть, это уже фактически полноценная армия, которая по численности уже несколько превышает ту оккупационную армию, которая воюет в Украине, и по вооружению уже не будет ей уступать, потому что это будут и танки, и бронетехника, и вертолеты, и все остальное. Плюс еще из Министерства внутренних дел передается спецназ. То есть, это еще и количественное и качественное усиление. То есть, на самом деле, для чего это делается? Ну, понятно, что эту армию внутреннюю не будут бросать против Украины. Она будет находиться внутри страны для подавления внутренних протестов и каких-то угроз, ну, вот типа Пригожинского мятежа. Или, так сказать, в том случае, если какие-то войсковые подразделения с территории, значит, ну, с фронта хлынут в Россию и будут представлять угрозы для путинского режима. Мне представляется, что вот это, такой сценарий Кремлем просматривается, и для того, чтобы его нейтрализовать, предпринимаются вот эти меры. Очень интенсивно сейчас в Государственной Думе целое лобби существует для того, чтобы усиливать Росгвардию. Лобби, в котором участвуют и депутат Хинштейн, и депутат Каргополов, и целый ряд других депутатов, которые понимают эту угрозу. Эта угроза осмысленна, понята. То, о чем вы говорите, она существует, эта угроза. И путинский режим, ну, по крайней мере, в части своих сотрудников готов ее как-то отражать. Ну, а вот, говоря о Пригожине, телеграм-каналы, связанные с ЧВК Вагнера, опубликовали видео, на котором, как утверждается, да, Евгений Пригожин выступает перед наемниками, которые приехали в Беларусь. И на записи он говорит, да, сейчас то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать. ЧВК пока будут находиться в Беларуси и тренировать белорусскую армию, да. И далее он призвал вагнеровцев готовиться в новый путь в Африку. И еще сказал, что, возможно, вернемся в СВО на тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт. А как вы полагаете, вот к чему они на самом деле готовятся, да, чтобы, ну, подготовить белорусских солдат? Не нужно так много людей, ну, сотни инструкторов, да, а целые же колонны туда сейчас едут? Ну, на сегодняшний момент, вот прямо сейчас, ну, я не знаю, сейчас у меня нет при себе, так сказать, какой-то камеры, которая смотрела бы в сторону Беларуси и показывала бы, сколько там людей. Но последние данные, это были такие, что 2,5 тысячи вагнеровцев уже находятся там, значит, примерно еще 10 тысяч или там до 10 тысяч человек группировка будет усилена. Это, в общем, достаточно уверенные прогнозы. Ну, дальше не трудно сказать, это уже отдельный вопрос, но в любом случае понятно, что, конечно, это на порядок больше, чем та потребность в инструкторах, которые существуют для обучения белорусской армии. Заявление Пригожина о том, что он собирается сделать белорусскую армию второй армией мира, ну, там, это, конечно, очередные такие вот пиар, очередные понты Пригожинские, всем известные. Но, тем не менее, тут трудно сказать, что он имеет в виду. Значит, то, что, безусловно, Африка как некий ресурс, в том числе и пополнение казны Пригожинской, она рассматривается как применение его бандитов, чтобы не застаивались, это очевидно. Ну, на сегодняшний момент в Африке находятся 4,5 тысячи его, так сказать, бойцов ЧВК «Вагнер». Увеличивать это количество еще там, скажем, на 10 тысяч, ну, трудно сказать, насколько это целесообразно, но здесь я бы просто пошел методом исключения. Для чего Пригожину в Беларуси такое количество, и для чего тому же самому Лукашенко такое количество бойцов ЧВК «Вагнер» в своей стране? Просто давайте методом исключения. Вероятность того, что Пригожин сейчас с территории Беларуси начнет уторжение, или сейчас, или когда-нибудь с территории Беларуси начнет уторжение в Украину, я расцениваю как равный нулю, потому что это будет означать полное уничтожение его группировки и конец ЧВК «Вагнер» как отдельной структуры. Потому что он мог еще как-то воевать против Украины в составе 50-тысячной тяжело вооруженной группировки в условиях, когда ее поддерживала 400-тысячная оккупационная армия России. В этих условиях он мог каких-то даже небольших результатов добиваться в войне против Украины. Хотя, в общем, в результате терпел поражение. В этой ситуации нападение на какую-то страну НАТО с территории Беларуси, хотя, в общем-то, и Польша, и Литва чувствуют такую угрозу. Но я думаю, что такое нападение маловероятно, потому что с войсками НАТО Пригожин сталкивался в Сирии. И, в общем-то, потом, так сказать, были просто разнесены на молекулы эти вагнеровцы, которые столкнулись с войсками НАТО в Сирии. Поэтому я думаю, что туда он не сунется. Остается только один вариант. Это Россия. Я думаю, что Пригожин ждет удобного момента для того, чтобы повторить свой марш справедливости. А этот момент наступит тогда, когда в России начнется смута. Вот на это, я думаю, он тоже рассчитывает. Хотя, видимо, просчитывает разные варианты. Африка, значит, Африка будет смута в России. Пойдет в очередной поход на Москву. Я думаю, такие варианты наиболее реальны. А знаете, еще один момент хотели с вами обсудить. Вот на днях в интернете появилось видео, как вагнеровцы, отпускники отдыхают в Краснодаре. Да, и вот в гостиницах там просто все номера разгромлены, разбита мебель. Персонал уже боится выходить на работу, так как некоторых избили. И алкоголь просто вынесли из соседних магазинов. А вот насколько рискует Лукашенко? Ведь и в Беларуси они могут разгуляться, еще и похлеще. Там вот какая история. Дело в том, что в основном все-таки вот эти вот, так сказать, акты такого бытового вандализма устраивают уголовники, которых Чавыков-Вагнер в огромном количестве пропускал через свои структуры. И они были уголовники, то есть они все, конечно, уголовники, но уголовники, что называется, по разным статьям. Наемники, которые бывшие профессиональные военные, ну, они, безусловно, причастны к убийству, к садизму, к авантюризму, к чему угодно. Но так, чтобы пойти там, значит, разнести ларек с водкой, ну, это все-таки мелкоуголовная шушера или крупноуголовная шушера, которая Пригожиным была набрана из тюрем. Но этих людей, во-первых, порядка 20 тысяч было утилизировано в Украине, по большей части это уголовники. И, во-вторых, опять-таки, насколько известно из сообщений, практически всех бывших уголовников, ну, или, вернее, реальных уголовников, которые были пропущены через Чавыков-Вагнер, отпустили по домам. И вот этот вот контингент, который сейчас остался в Беларуси, это в основном кадровый, это тот самый кадровый костяк наемников, которые являются выходцами из спецслужб. То есть это ГРУ, это спецслужбы, спецназ и так далее. Значит, насколько они, конечно, это люди, которые могут и способны совершать преступления, но они в основном будут совершать и совершают военные преступления. Они, безусловно, преступники. Ну, что называется, по другим статьям. Вот такое вот обыденное, так сказать, обычное уголовщина, там, разграбит ларек с водкой, так сказать, еще что-то, ну, они к этому склонны в меньшей степени. Это не значит, что, конечно, они являются преступниками все, без исключения, но, что называется, преступниками по другой статье. Они, конечно же, представляют опасность для Беларуси, для населения, но другую опасность. Опасность, что, поскольку Пригожин и Уткин, это реальный главарь, руководитель Чавакования, это люди крайне авантюристического склада и люди, которые, в общем-то, ведут себя, в общем-то, непредсказуемо, авантюрно и способны, в том числе, кусать руку их кормящую, как это они показали в случае с Путиным, то я думаю, что Лукашенко есть смысл несколько обеспокоиться, но я думаю, что он, как человек, который, будучи очень осторожным и расчетливым диктатором, он предусмотрел такую возможность и как-то себя постарается обезопасить. Ну, например, все-таки, так сказать, не выдавать пока ЧВК Вагнера какого-то тяжелого оружия, чтобы не превращать их в самостоятельную боевую силу. Ну, это отдельный разговор, как он, пусть уж он на своей безопасности заботится сам. По крайней мере, если там ЧВК Вагнер надумает совершить какой-то государственный переворот, ну и флагом в руки и еще одним диктатором меньше будет. Хотя, думаю, что Лукашенко все-таки в состоянии подумать о своей безопасности сам. Игорь Александрович, вот журналисты Нью-Йорк Таймс считают, что после Вагнеровского бунта вокруг Путина усилили информационный кокон. И Шойгу, и Герасимов, чьи войска терпят поражение за поражением в Украине, о том, что у них нет другого выхода, пишут. Ведь Путин оставил их на должностях фактически только из соображения лояльности. Вы согласны с такими выводами? На самом деле, ну, прежде всего, Шойгу – это человек, который действительно, это фанерный маршал, как совершенно справедливо назвал его Пригожин. Это человек, который, в принципе, не в состоянии вообще, так сказать, никакого отношения к армии не имеет. И его назначение это носит чисто такой характер, как верного человека. Просто Путин очень боится, поскольку в ходе войны обычно появляются командиры, генералы, которые начинают приобретать какое-то доверие армии. И в условиях, когда авторитет, рейтинг Путина падает до нуля, появление какого-то авторитетного руководителя армии, оно представляет безусловную опасность. То есть так было всегда. И в силу этого всегда и в Советском Союзе, и в постсоветской России старались нейтрализовать армию, так сказать, ее политически кастрировать. То есть те генералы, которые приобретали какой-то авторитет в армии, то их, как правило, просто убивали. Так было и с Рохлиным, так было и с генералом Лебедем, и с другими. Да, ну Лебедев, да, Лебедь. Лебедь, да, я помню. Да, да, ну генерал Лебедь и генерал Рохлин, они были просто убиты. Поэтому и всякий кто... И сегодня мы видим, что там ситуация с генералом Поповым, который, так сказать, начал какие-то вещи говорить, и с генералом Селиверстовым, и с Теплинским. То есть там, на самом деле, идет серьезная чистка. Серьезная чистка тех, ну, что называется, окопных, я бы назвал, генералов, которые пользуются какой-то поддержкой в войсках. Против них вот паркетные генералы, такие как Герасимов, и во главе вот с этим фанерным маршалом Шойгу. Эта ситуация достаточно опасная для Путина, но пока, так сказать, российская армия не терпит каких-то сокрушительных поражений, контроль удерживается. Еще раз подчеркиваю, очень важна для Путина сейчас внутренняя армия, которая всеми силами усиливается. Это вот Росгвардия, которая сейчас уже по численности, она примерно такая же, как и оккупационная армия, которая находится на фронте. Но если оккупационная армия постоянно теряет личный состав, поскольку находится в боевых условиях, то вот эта вот армия, которая возглавляет Золотов, она как есть, так и есть, она, так сказать, существует. Ее последний закон, который вчера был принят сразу в трех чтениях, обязывает снабжать ее танками, бронетехникой, вертолетами и так далее. То есть фактически это внутренняя армия, которая рассчитана только на то, чтобы защищать этот режим. Ее явно не собираются направлять на фронт, потому что, в общем, для Путина главное удержать власть. В том числе и от своей собственной армии. Не так много времени у нас остается, но хотели еще один вопрос с вами обсудить и показать еще одно видео. В подмосковной школе появился Z-патриотический телевизор почти за 400 тысяч рублей. Называется, да, вот он называется, вот это кринж-коробка на тумбочке, интерактивный комплекс гражданско-патриотического воспитания. И вот установили его для дошкальнят в Люберцах по инициативе единороссов. И вот по задумке чиновников, такой Z-телевизор формирует у детей чувство патриотизма и гордости за нашу страну. Как вам вообще вот такая идея, ее реализация, ну и цена всего этого, да, 400 тысяч рублей? Вы знаете, я думаю, что вот эта вот идея такого патриотического воспитания, патриотического воспитания молодежи, она, так сказать, ну сейчас уже говорят о воссоздании какой-то пионерской организации, о том, что в школах, так сказать, уроки патриотического воспитания начинают проводиться и так далее. То есть зомбирование детей с малолетства, это идет сейчас полным ходом. Плюс еще и новый учебник истории, там, ну, это тема вообще, я думаю, отдельной передачи, там надо, это учебник под редакцией Мединского, в котором просто совершенно анекдотические вещи находятся, и поэтому эта тема действительно отдельная программа, возможно, даже юмористической. Вот, поэтому в целом действительно делается попытка зомбирования населения. Я думаю, что это не очень эффективно, вот, откровенно говоря, не очень эффективно, потому что мы помним, как подобного рода уроки в школах, они, в общем-то, отторгались людьми. Хотя, да, вот, какие-то вещи там забивались в голову, но в целом, вот, понимаете, есть еще такая проблема, что за все годы существования вот этого фашистского режима они не смогли придумать свою идеологию. Вот это такая особенность. То есть, на самом деле, они действуют просто вот на подсознание, но каких-то внятных формул, ну, до сих пор непонятно, зачем эта война. То есть, объяснить людям, для чего они воюют, для чего вообще вся эта война затеяна, никто не в состоянии. Да, и этот Z-телевизор им не поможет. Ну, знаете, где эффективно, наверное, вот, если эффективно, если говорить об отмывании денег, да, вот, на этих картонных коробках в виде Кремля, ну, там, наверное, что-то получилось. Спасибо вам огромное, спасибо за ваши комментарии, за эту интересную беседу. Нашим зрителям я напомню, Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист, был с нами на связи. Спасибо. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.